Дед Мороз. Сколько же загадок кроется в его происхождении? Все прекрасно знают, что это не Санта-Клаус, но никто не может толком объяснить, чем именно они отличаются. Оба дарят подарки, изображаются, как правило, в красной одежде, добрые, приходят на праздник. Более того, когда-то нашему народу уже пытались привидеть западного аналога, но его образ просто не прижился в России. В чем же причина? Про Снегурочку и других мифологических существ я расскажу вам в следующих видео. Так что подпишитесь, чтобы ничего не пропустить, и обязательно нажмите на колокольчик. Итак, Дед Мороз. Начну с того, что Дед Мороз в сегодняшней интерпретации не имеет одного конкретного аналога. Но если мы рассчитываем понять, из каких же деталей собрался наш сегодняшний дедушка, нужно глянуть в прошлое и поделить эпохи истории на языческую Русь, христианскую по старому образцу, Российскую империю, СССР и Российскую федерацию. Ведь каждое из этих поколений что-то привнесло. «Пойдем по порядку». Нужно понимать, что три четверти нашей истории прошла в войнах. Причем, как правило, нападали на нас. Единственное время, когда славяне могли чувствовать себя более-менее безопасно, была зима. Никому в голову не придет нападать на врага в то время, в котором никто не адаптировался лучше, чем он. К тому же считалось, что чем холоднее зима, тем слаще спит матушка-земля, и тем лучше урожай будет летом. Мороз даже кликали и приносили ему подарки. Потому к богам, что связано с зимой, наши предки просто не могли относиться с неприязнью. Одного из этих богов звали Карачун, что имеет несколько имен в зависимости от места проживания. Студенец, Дед Трескун, Зюзи и так далее. Его часто ошибочно связывают с Чернобогом, Кочным Богом и даже Велесом. По причине, что с приходом христианства власть понимала, что полностью искоренить у народа многовековую веру в богов не получится. Потому и всех стали мешать в две кучи. Одних подстраивали под образ единого бога и святых, других спаялись с сатаной и его приспешниками. Так у православных появился Мороз, что под именем прежних богов замораживал людей насмерть, а детей уносил в своем бездонном мешке для съедения. Однако, несмотря на это, даже с приходом христианства культ зимы никуда не делся. Люди продолжали колядовать, например. А главное по-прежнему относиться с уважением к Морозу. И вот в 40-м году 19-го века мы знакомимся с Морозко, что одаривает падчерицу, которая разговаривает с ним смиренно, по-доброму и замораживает насмерть неучтивую дочь мачехи, в иной версии вообще оставляет от нее одни лишь косточки. Именно это и положило начало перемен в видении самого Деда Мороза. Он уже не просто злой старик, а строгий, справедливый и щедрый владыка стуж. Санта-Клаус, Святой Николай или Дедушка Николай, как я говорила, пробовал приходить на наши зимние праздники несколько раз с 1870 года. Но единичные попытки так и не прижились. Как бы парадоксально это ни звучало, настолько добрый и безвозмездный персонаж не подошел нашему менталитету. Не так мы представляли дарителя зимы, не такой он. И вот с 1886 года начал формироваться облик нашего сегодняшнего Деда Мороза. Как правило, он приходил на праздник к дворянским семьям, только позже крестьяне привили его и у себя. Новый год считался буржуазным праздником, и потому после революции торжество по этому поводу было отменено. Но народ мало того, что продолжал его праздновать за занавешанными окнами, так и власть поняла, что их детям нужен любимый праздник. И вот в 1935 году Дед Мороз наконец стоит перед нами. Добрый и строгий, важный, могучий. По одному его велению замерзают реки, загораются огни на елке. И чтобы от него что-то получить, нужно отрабатывать. Весь год вести себя хорошо, рассказать стишок и потанцевать. Образ его продуман до мелочей. Волосы и борода седы, густы и длинные, символизируют мудрость, благополучие, могущество рода и тесную связь с ним. Рубаха и брюки белые, с геометрическим орнаментом, символом чистоты. Шуба – единственная подходящая одежда для русских морозов, длинная по щиколотку, красная, как символ праздника, расшита серебряными традиционными орнаментами, символ морозных узоров, оттороченная лебединым пухом, лебедь-птица, богиня Лады. Шапка расшита серебром и жемчугом, отторочка с лебединым пухом, головной убор с треугольным вырезом на лицевой части, стилизованные рога, форма шапки полуовал, варежки трехпалы, символ чистоты и святости всего, что он держал в руках. Пояс красный, с орнаментом, что символизирует его преданность и почтение к предкам, что с ним связаны. Обувь его, сапоги в определенном стиле или же валенки, сшитые серебром или белые. Белый цвет и серебро – символ луны, святости, севера, воды и чистоты. Посох издавна считался символом власти, у мороза это над холодом и снегом. Ну и, наконец, тот самый бездонный мешок, в котором, правда, теперь не детей выносят, а наоборот – дары приносят. Понятно, что сегодня, как минимум с падения железного занавеса, наш Дед Мороз стал больше походить на своего западного аналога. То он в шапке с бомбоном придет, то без длинных косм, то вообще в кроссовках явится. Но все-таки полностью наш Морозка нас не оставил, и на празднике продолжает являться именно он. А с учетом того, как у нас возрождается любовь к нашей стране и культуре, может быть, скоро каноничный образ вновь полностью к нам возвратится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok